ДТП У многих ушибы. Известно, что в больницу обратились родители ребенка. У него перелом ключицы. Проезжающие мимо автомобилисты помогли поставить газель на колеса и согласились подвезти пассажиров. Сам водитель маршрутки, не дождавшись снаряда ДПС, скрылся с места аварии. Его уже разыскивают инспекторы районного ГИБДД. Программа по поддержке предпринимательства Хакасия набирает обороты. Уже есть положительные результаты. Сегодня министр регионального развития посетил крупное предприятие по производству металлоконструкции в Абакане, которому год назад выделили деньги на развитие. Сергей Новиков высоко оценил обновленное производство, от которого отдача есть уже сейчас. Экономический совет одобрил проект сталь конструкции, потому что сегодня в Хакасии практически нет производителей металлоизделий. При этом в них острая нужда. Много металла потребуется для строительства Абакана Черногорской агломерации. У стальной фабрики появилось новое помещение для расширения производства. Общая площадь теперь 3 гектара. Завезли и современную заграничную технику для нарезки металла, сверления и сгибания в любые формы. Мы лишний раз убедились, что достаточно на высоком уровне находится культура производства. Посмотрели производственный процесс, пообщались с сотрудниками. То есть понимаем, что у данного предприятия есть достаточно серьезные перспективы. Сталь конструкция на рынке уже более 40 лет. Предприятие особенно тем, что оно занимается не только изготовлением металлоустановок, но и их проектированием и даже установкой. Причем все быстро и качественно. Поэтому фирме доверяют самые важные гособъекты. Например, восстановление СШГС и строительные работы на Абаканской ТЭЦ. Есть заказы и из соседних регионов. Эта огромная емкость для хранения воды скоро уедет в пожарную часть Бурятии. Сегодня абаканские монтажники работают также на Багучанской ГЭЦ. Поспособствовали сегодняшние встречи рабочих с высокими гостями, в том числе и акулы-пера. Журналисты указали на то, что в республике Хакасии нет предприятий, которые могли бы изготовить эти металлоконструкции. И это мне стало обидно. И я решил еще раз выйти и сегодня пригласил сюда представителей администрации республики. Конечно, у предприятия пока не все гладко. Например, не хватает квалифицированных сварщиков. Здесь готовы и обучить, и обеспечить молодого специалиста, и интересной работой, и достойной зарплатой. Зарплаты всегда не хватает. Денег много не бывает в нашей жизни. В пределах 30 тысяч зарплаты. У предприятия еще много планов. Завод для более эффективной работы хочет приобрести еще одно соседнее здание. Константин Кравцов, Виктор Буров, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Защищать не клиента, а себя самого пришлось адвокату из Абакана Павлу Двигуну. Юрист предстал перед Верховным судом Хакасии за разглашение государственной тайны. По версии следствия, Двигун, отстаивая права бывшего сотрудника миграционной службы, уволенного по результатам аттестации, был допущен к секретным сведениям, представляющим гостайну. Однако впоследствии предал их огласки. В результате Павел Двигун сам попал на скамью подсудимых. Решение суда 4 месяца в колонии-поселении. Приговор в силу пока не вступил, так что у юриста есть шанс его обжаловать. Следователи меж тем сообщают, обвинительное заключение и реальный срок адвокату по этой статье – прецедент федерального уровня. Сегодня по центральной площади Абакана промаршировали подразделения полиции, заступающие на дежурство. В составе сводного отряда сотрудники ППС, ОМОНа, отдела охраны, кинологи и кавалеристы. Так в МВД Хакасии решили отметить свой профессиональный праздник. На строевой смотр прибыли взводы из разных подразделений МВД, в том числе и кинологи с собаками. Дмитрий Муромщиков в полиции уже 5 лет не скрывает, что пришел в кинологическую службу из-за любви к собакам. Вместе со своим лабрадором Каратом специализируется на обнаружении взрывных устройств. И хотя сообщения о заложенных бомбах практически всегда оказываются ложными, кинологи отрабатывают на 100%. Приезжаем и начинаем обследовать помещения, все помещения, подвалы, чердаки, кабинеты. То есть все вокруг, периметр вокруг здания этого. Все осматриваем. Во время развода к местам несения службы полицейские, которые заступают в наряд, получают последние инструкции. В том числе и разыскные ориентировки по Хакасии и стране. Уже второй год профессиональный праздник полицейских называется День сотрудника органов внутренних дел, а не День милиции, как раньше. С реформированием структуры МВД Хакасии потерял тысячу сотрудников, но показатели работы ведомства от этого не ухудшились. По мнению руководства, вырос профессиональный уровень полицейских. Хотел бы выделить целый коллектив Черногорского отдела внутренних дел, городского отдела, где имеет высокие довольно показатели. Наверное, не хуже работает и Черногорца. Поэтому сегодня коллектив, коллектива, я бы так сказал, работает слаженно. Появилась так называемая команда, которая довольно высоко оценивается не только мной, как первым руководителем, но и в целом Министерством внутренних дел. За последние годы общая преступность Хакасии снизилась в полтора раза. Число погибших от рук преступников сократилось втрое. И это несомненная заслуга сотрудников полиции. Виктор Лушников, Антон Вожилов, Вести Хакасия. У российского рубля в ближайшее время может появиться официальное лицо. Любой желающий может проголосовать в интернете за один из вариантов графического обозначения нацвалюты. Рубль сегодня серьезно вовлечен в международный товарно-денежный оборот. И вполне заслужил, по мнению многих, чтобы вместо словесных обозначений и аббревиатур его представлял особый символ. Другие же считают, что если столько лет денежная единица существовала без символа, то он ей просто не нужен. Своеобразная достопримечательность или опасный объект. В Абакане кипят споры вокруг заброшенной кочегарки. Не один десяток лет она стоит в центре города. По мнению многих, своим видом портит округу и привлекает подозрительные компании. При этом многие подтвердят, весело проводили там время в далекой юности. Елена Крылова побывала на развалинах в самом центре столицы и узнала судьбу мрачного строения. По городским слухам в этом здании даже когда-то хотели сделать клуб, но если посмотреть, он, похоже, уже работает и даже процветает. Это место молодежи популярности не теряет, а когда-то здесь была даже своеобразная мека для неформалов. До сих пор на стенах остались их надписи, они постоянно пополняются, а теперь доской памяти становятся уже и гаражи. В 94-м году заброшенная кочегарка даже стала декорациями для клипа одной из абаканских рок-групп. Времена изменились, у молодежи появились другие увлечения, например, паркур. Опять развалины, пришлись к стати. А не страшно? Нет. Однако все это совсем не безобидно. Ветхое здание, один пролет на лестнице и уже обвалился. Да и ходят сюда явно не только спортсмены. Пристанище наркоманов и бомжей прямо в центре города. Подростки кидают камни в сторону территории ХГУ. А там студенты, работники учреждения, футбольная площадка, мастерские и гаражи. Месяцем раньше камень прилетел в автомобиль, припаркованный к гаражу. А вчера угодил одному из собственников гаража в спину. А если в голову? В течение последних пяти лет этот вопрос точно с определенной периодичностью всплывает. Шли обсуждения на форуме, были вопросы главе города в прямых эфирах, официальных обращений не было. Нет официальных жалоб на вольных обитателей Кочегарки и у абаканских полицейских. Маршруты патрулирования патрульно-постовой службы в круглосуточном режиме максимально приближены к данному объекту. То есть это центр города, центральная аллея по улице Ленина. Так что граждане, которые обеспокоены местонахождением данного объекта, могут обратиться к инспекторам патрульно-постовой службы, а также к дежурную часть УМВД России по городу Абакану по телефону 02. Когда точно Кочегарка перестала подавать тепло, уже никто не вспомнит. По документам, до 91-го года ее остановили и несколько раз перепродавали. Последний хозяин – частник и попался такой необщительный. О его планах чиновники не знают, зато знают о своих. Как-то все надо до вопроса двигать. У прокуратуры все-таки больше полномочий. Последние несколько лет у председателя комитета по муниципальной экономике все документы по заброшенной Кочегарке лежат в верхнем ящике стола. Слишком часто приходится о ней говорить со СМИ. Чаша терпения чиновников переполнилась. Заявление в прокуратуру почти готово. Город будет настаивать на том, чтобы здание снесли. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В предстоящие выходные абаканцы смогут летать. Впервые в Сибири состоится фестиваль воздушных искусств. Центр действия – столица Хакасия. В программе композиции на пилоне, полотнах и кольцах наши корреспонденты пообщались с участниками предстоящего шоу и расскажут о том, чего обычный зритель никогда не увидит на сцене. Этот элемент – высший пилотаж в шестовой акробатике. В продольном шпагате Джамилы задействованы все группы мышц. За внешней легкостью и грацией акробатки годы тренировок, десятки синяков и растяжений. Но это все за кулисами. Зритель, как всегда, ни о чем не догадывается. Чтобы именно эти элементы выполнить, конечно, нужно быть подготовленным максимально, потому что это и гибкость спины, растяжка мышц ног. Чтобы поднять элементарно свое тело, опуститься вниз головой, мышцы пресса работают. Все эти девушки не сразу пришли в воздушную эквилибристику. Кто-то занимался танцами, кто-то фитнесом. Захотелось больших эмоций. Теперь для гимнасток это самый прекрасный вид спорта. Сегодня в воздушную школу Абакана специально приезжают гимнастки из соседних городов – Минусинска, Красноярска. Какая мечта? Развить себя в полной мере, насколько это возможно. Возможно узнать границы возможностей своего тела, что я могу. И пока я чувствую, что я далеко до моего предела. Абаканцы впервые могут увидеть в прямом смысле высокое искусство уже сегодня вечером в ДК железнодорожников. Интерес организовать фестиваль появился уже давно. И началось это с того, что стали приходить абсолютно незнакомые люди, даже те, кто у нас не занимаются в студии. Они стали спрашивать, можно ли на это где-то посмотреть. И так вот мы подумали, чтобы организовать фестиваль более масштабно. И пригласили своих друзей из города Красноярска, Кемерово. А в воскресенье организаторы обещают для всех желающих мастер-класс по искусству парить в воздухе. Для того, чтобы научиться летать, не обязательно иметь крылья. Обязательно для начала просто прийти в спортзал. Виктор Буров, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Это были все новости на этот час. Сразу после выпуска смотрите программу «Свое дело». Оставайтесь на канале «Россия-24». Отличных вам выходных. Увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон»!